К 19 годам колонии строгого режима приговорили жителя деревни Тагара Кежемского района за убийство 6-летней девочки топором. Чудовищный случай произошел осенью. Тогда в гости к мужчине пришла его соседка со своей дочерью. Взрослые распивали спиртное, ребенок начал капризничать. Поведение девочки разозлило мужчину. Прямо на глазах у матери он схватил ее за волосы, выволок на деревянный настил ограды дома, повалил на землю и ударил обухом топора по затылку. Женщина пыталась перекрыть ребенка своим телом, но пострадала сама. Мужчина говорил, что надо ударить девочку по голове два раза и если она выживет, то она монстр. Девочка скончалась по пути в больницу от открытой черепно-мозговой травмы. Сам мужчина опровергал свою причастность к преступлению, заявив, что ребенка убила мать. Однако избежать наказания ему не удалось. Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый единодушно признан виновным и не заслуживающим снисхождение. Красноярский краевой суд квалифицировал действия мужчины как убийство малолетней, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Попался из-за того, что выбросил сумку в кусты. В Красноярске задержали наркодилера. Накануне автоинспекторы, дежурившие в Октябрьском районе, заметили двух подозрительных пешеходов. Один из них сразу же бросил в кусты сумку, которую нес. Патрульные поинтересовались у мужчины, нет ли у них с собой с подругой запрещенных веществ. Тогда молодой человек, скинувший свой багаж, заметно занервничал. На место вызвали спецгруппу и служебную собаку. В найденной сумке оказались загадочные свертки. После экспертизы выяснилось, что это были почти 300 граммов синтетического наркотика. Мужчину и его спутницу задержали. На хозяина находки завели уголовное дело. 11, 12, 13. 15 свертков черного цвета и 13 белого. Подбородок, да, очень сильно. Ну, профиль очень сильно похож. У нас такое? Да. С кабинкой? Да. Анастасия разглядывает фото бойца СВО в плену и пытается угадать в темном снимке черты своего мужа. Вроде и лицо похоже, и силуэт, но когда долгие годы живешь с человеком, даже самые маленькие детали выдают. Нет, это не он. Это не мой муж, потому что волосы растут не так, ноги здесь длиннее. Вообще, когда он у меня уходил воевать, он мне сказал, родная, ты меня прости, пожалуйста, но если меня будут брать в плен, ты меня знаешь прекрасно, я никогда не сдамся в плен. Муж Анастасии Артем еще в апреле решил пойти на спецоперацию. Он никогда не служил в армию, но оставаться в стороне не захотел. Стало его нечего отговаривать, он у меня такой мужчина, то есть сильный, смелый. И вот так вот мы решили поехать подписать контракт. Артему оперативно сделали военный билет и отправили, по словам жены, воинскую часть в Юргу, в Кемеровскую область, оттуда в Ростов и дальше на новые территории. Ночью 21 мая боец позвонил Анастасии и сказал, отправляется на первое задание. Конечно, я как бы волновалась, но я верю в своего мужа, и я в нем уверена на все 100%. С того момента телефон Анастасии предательски молчит, на связь ее муж больше не вышел. Женщина звонила в воинскую часть в Юргу, но и там не нашла нужных ответов. Я позвонила в Юргу, нашла военную часть, Юргит. Мне сказали, что его там нет. И не было такого. Мне сказали, что такой даже туда не приезжал. Получается, если верить Анастасии, ее супруг стал, по сути, призраком. Где был, куда отправился и что делал, ей неизвестно. Она начала искать мужа по группам и социальным сетям. В одной из таких почти 50 тысяч людей ищут своих близких, делятся их фотографиями и любыми зацепками. Все звонят в Министерство обороны, ходят в военкоматы, пишут заявление. Женщина написала заявление в военкомат Октябрьского района, но ответ пока не получила. А сегодня вместе с нами съездила в военную прокуратуру и написала обращение еще и там. Ведомство передаст его в ростовский гарнизон, а тот в течение месяца должен дать ответ. Я знаю, что он у меня живой, просто где он находится, я не знаю. Куда именно Артема отправили из Красноярска, в Юргу или нет, и как дальше сложился его путь, думаем, узнаем из ответа прокуратуры и военкомата. Алифтина Сасова, Павел Иваницкий, Седьмой канал. Пять миллионов рублей получат красноярские приюты для животных. Деньги выделят из городского бюджета, на них организации смогут купить вольеры, ветеринарное оборудование, обустроить медпункты и улучшить условия жизни животных. Чтобы получить грант, приюты должны выполнить все работы до конца этого года и предоставить отчет. Это одно из ключевых условий. Список организаций вы видите на экране. Всего для поддержки выбрали семь приютов. Каждый из них получит по 700 тысяч рублей. Я перевел свои деньги мошенникам. Подобные истории мы слышим регулярно, причем речь, как правило, идет о многомиллионных суммах. Красноярцы интересуются, а можно ли вернуть деньги назад, и если да, то что для этого требуется? Возвращать деньги жертвам мошенников банки начнут уже с 25 июля текущего года. Такой закон недавно вступил в силу. Для этого нужно написать заявление, и в течение 30 дней сумма полностью вернется на вашу карту. Такой перевод доступен только в том случае, если мошеннический счет находится в специальной базе Банка России. Кроме того, теперь все подозрительные операции будут автоматически блокироваться. Если банк видит признаки о том, что совершается какая-то процедура без согласия клиента, он приостанавливает эту процедуру, направляет уведомление клиенту о том, что мы приостановили этот перевод, и дает ему рекомендации по дальнейшим действиям, чтобы снизить риск потери денег. На это отдается два дня. Садиться пьяным за руль – занятие опасное не только для водителя, но и для окружающих. Неудивительно, что за такое поведение автовладельцы лишают прав на долгое время. Наш зритель спрашивает, а как вернуть свои права назад, если срок лишения закончился. Перед тем, как забрать свое удостоверение, водителю придется сначала доказать, что он может вернуться за руль. Одно из условий – прохождение тестового экзамена на знание правил дорожного движения. Прийти на проверку знаний можно не раньше половины истечения срока. Решаются по разным статьям. В основном это нетрезвое состояние, либо отказ, то им обязательно нужна медицинская справка. Нужно обратиться в то подразделение, где проходит исполнение административной процедуры, пройти проверку знаний правил дорожного движения, оплатить штрафы и прийти получить водительское удостоверение, которое хранится в данном подразделении. В нашем крае работают более 70 тысяч предприятий. Часть из них считается вредным производством, где работникам требуется постоянный медицинский контроль и санаторно-курортное лечение. Один из работодателей спрашивает, а можно ли провести такие мероприятия бесплатно? Бесплатно провести мероприятия по охране труда не получится, зато есть способ на них сэкономить. Например, подать заявку на финансирование в социальный фонд, который компенсирует часть затраченных средств от 20 до 30%. Всего в крае на такие мероприятия выделили более миллиарда рублей. Заявки на участие уже принимаются. Надо до 1 августа подать заявление к нам, можно это сделать через портал госуслуг с приложением планов финансирования, где как раз будут перечислены те мероприятия, которые предприятие сочло нужным для себя провести по охране труда. Наиболее популярное это приобретение средств индивидуальной защиты, санкурлечения для работников предпенсионного, возраста работающих пенсионеров, приобретение приборов для безопасного труда. И таких мероприятий, на которые будут выделяться средства, целых 17. Подробнее с ними ознакомиться, а также получить дополнительную информацию, можно на сайте социального фонда или по номеру, который вы видите на экране. А если у вас есть свой вопрос, на который вы не можете найти ответ, задайте его нашей редакции по телефону 2 900 333. Мы также есть в мессенджерах и социальных сетях. Будем разбираться вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова